меня зовут виталий егоров я блогер популяризатор космонавтики люди в космос летают уже 59 лет чуть больше запускают космические аппараты исследуют его и завод почти больше чем полвека мы исследовали много и это найденное там не совсем совпадает с тем что люди ожидали во времена циолковского 100 лет назад 200 лет назад когда только представляли что такое космос и что мы можем там найти к сожалению на сегодня не все имеют точное представление точное знание того что нашли в космосе и у многих ожидания от космоса сохраняются еще прежней и когда ожидания сталкиваются с реальностью возникает конфликт неприятие поэтому люди идут на телеканал рэн-тв интересуются инопланетянами планеты нибиру и так далее это все выдуманный космос этого нет и мы уже знаем что этого нет и происходит интерес к подобным рассказам именно от того что ожидания от космоса не совпадают с той реальностью которую нам показывает космонавтика астрономия и наука в целом сегодня я постараюсь рассказать с чем отличается космос ожидаемый от того космоса который у нас есть и это позволит людям лучше представлять себя что нас там ждет и понимать где действительно реальность а где какие-то фантазии или богатое воображение или просто устаревшие представления о космическом пространстве начнем мы с ожиданий когда люди только поняли что за пределами атмосферы лежит безграничное пространство стали предполагать что там можно найти что мы можем увидеть какие мы выгоды или какие что хорошего человек может получить оттуда и конечно ожидания были завышены часто например космос сравнивают с эпохой больших великих географических открытий и нашу землю сравнивают вот с европейским миром который там 400 500 лет назад ринулся в моря и океан и открывать новые пространства это сравнение понятное но все-таки она далеко от реальности сейчас мы не знаем не в том состоянии чтобы осваивать космос и плавать так как даже там две древние или в новой истории там португальцы испанцы и занимались плаваниями на сегодня наша возможность перемещаться в космосе пока отстает от их возможностей посещения соседних континентов и нам до соседних планет еще далеко но на этих планетах ожидается найти что-то вкусное какие-нибудь ресурсы выгоды которые можно было бы использовать и по-прежнему пока ничего подходящего не нашли ну и главное ожидание которое живет в людях и каждый астроном ученый физик и любой интересующийся происходящим вокруг конечно ждет встречи с братьями по разуму и о них мы тоже поговорим начнем как раз со средств передвижения раньше предполагалось предполагались вот такие ракеты эта схема которую предложил константин эдуардович циолковский отечественная основоположник космонавтики и можно увидеть что в этой ракете полезный объем по большей части занят службами для жизнеобеспечения человека то есть жилые модули средства там поддержания жилых условий а топливо занимает почти половину но все-таки чуть меньше половины объема в действительность если мы посмотрим на космическую на ракету которая запустила людей в космос то люди располагались вот в малюсеньком конусе на самой верхней части ракеты а все остальное внизу это просто гигантские цистерны с топливом которые нужны для того чтобы доставить людей там на низкую околоземную орбиту оттуда уже до луны и вернуть обратно то есть обратно вернулась только вот этот самый маленький конус спускаемый аппарат космического корабля и это совсем не то соотношение массы и полезного объема массы ракеты которая когда-то ожидался на сегодня с космическими ресурсами у нас тоже не очень в плане мы запустили космические аппараты люди запустили инженеры создали их запустили на марс на астероиды на венеру на другие планеты сейчас уже три космических аппарата сохраняющих работоспособность удаляются из солнечной системы посмотрели на плутон посмотрели на одно космическое тело небольшое за плутоном и теперь мы более менее представляем из чего состоит наша планета и наша солнечная система и вывод очень простой наша планета состоит из того же из чего состоит вся солнечная система и главная проблема на пути освоения космических ресурсов это то что ресурсы у нас есть все на земле и если мы будем говорить о добыче полезных ископаемых в космосе то в этом только в будущем появится смысл только в одном случае если эти полезные ископаемые мы будем использовать точно также в космосе то есть освоение космоса ради полезных ископаемых не получается получается что это полезные ископаемые ради освоения космоса пока этот требует слишком больших бюджетов поэтому добыча полезных ископаемых где-то далеко в будущем не сейчас человек в космосе точно также не совсем роль человека в космосе точно также не совпадает с тем, что нам хотелось бы и что ожидалось в прошлом. Фантастику все, конечно, любят, и человек является главным героем во всех фантастических фильмах, или почти всех. Очень редко где на его месте робот. В действительности же исследованием космоса занимаются роботы, а человек занимается более прикладными, более насущными вопросами. И космонавт в космосе это прежде всего не ученый, не исследователь, не астроном, не физик, космонавт в космосе, прежде всего это электрик, сантехник, системный инженер и так далее. То есть более прикладные вещи, которые требуются и знания, которые требуются прежде всего для поддержания системы жизнеобеспечения. Только сначала сохранить возможность жить и работать в космосе, а потом уже работа на втором месте. Это тоже не совсем совпадает с тем, что нам хотелось бы. Невесомость оказалась очень серьезной проблемой, хотя раньше считалось, что от нее можно получать удовольствие, путешествовать, отдыхать. Во времена Циолковского было ожидание, что невесомость станет таким курортом или санаторием, где можно отдохнуть в космосе. Оказалось, что невесомость это самая большая проблема, и это проблема для костей, для мускулатуры, для сердца. И чтобы справиться с этой проблемой, чтобы справиться с невесомостью в космосе, нужно очень-очень много заниматься спортом. И бег это лишь один из способов справиться с негативным воздействием невесомости. И сегодня космонавты 2-4 часа в сутки занимаются спортом. Это легкая атлетика, тяжелая атлетика, там есть специальные тренажеры на Международной космической станции. И это необходимые условия для длительного пребывания человека в космосе. Невесомость оказалась не такая уж хорошая, как ожидалось. Хотя эксперименты именно с точки зрения физики невесомость оказалась достаточно полезной. Там проводятся эксперименты и физические, и биологические, и медицинские. И определенную выгоду из этого человек научился извлекать, наука в том числе и техника. Но самому человеку в невесомости не так хорошо, как хотелось бы. Изучение космоса точно так же не досталось человеку в космосе. Человек в космосе оказался плохим исследователем космоса. На Луну, конечно, запускали астронавтов, они там поисследовали, набрали камней, поставили приборы. Но оказалось, что если мы будем использовать роботов, луноходы, марсоходы и так далее, и космические аппараты, то они смогут это сделать намного эффективнее, за много меньшие деньги. И сейчас космос исследуют как раз автоматическими станциями, по большей части. Даже телескоп, вот большой телескоп Хаббл автоматически управляется с Земли. Но люди помогли продлить работу этого телескопа, и без людей он бы принял значительно меньше результатов для науки. Так что здесь роль человека в космосе, как ремонтирующего, и роботов, как исследующих, находятся в симбиозе. Хотя изначально, конечно же, ожидалось, что именно люди полетят на Луну, на Марс и на другие планеты, чтобы совершать открытие в реальности. Пока такого не получается. С освоением космоса у нас тоже не так хорошо, как хотелось бы. Уже в 70-х годах ожидались базы на Луне, а к 2001 году и на Марсе. Но ничего этого не получилось. И не потому, что это по какой-то причине невозможно, а по причине простой невостребованности. Оказалось, что люди там особо не нужны. Если мы что-то хотим получить от космоса, какие-то знания, можно это сделать без них. Но космос осваивается. И мы можем сейчас уверенно сказать, что освоение космоса, то есть использование космоса в интересах человека, продолжается, но и развивается, и расширяется. Польза приносит космос все больше и больше. Это выражается в конкретных объемах рынка, то есть в деньгах, которые зарабатываются благодаря космосу, и услугам, предоставляемым землянам благодаря космосу. Один из примеров – спутниковое телевидение, востребовано по всему миру. Многим позволяет изучать космос и просто смотреть телевизор или футбол, и все, что угодно, что показывают по телеканалам. То есть комфорт, удобство, которое дает космос, используется на Земле и востребовано. Но это далеко от колоний и от того покорения, которое ожидалось когда-то. Если говорить о Солнечной системе, Марс тоже стал большим разочарованием человека. Сто лет назад ожидалось, что он весь покрыт каналами, рукотворно созданными, и там живет цивилизация, или хотя бы гибнет цивилизация, как представляли многие писатели-фантасты. Но оказалось, что ее там, скорее всего, и не было. И никакие пирамиды, никакие сфинксы на Марсе не возвышаются, никто их не строил. И единственные следы разумной деятельности – это те, которые оставили наши марсоходы. И с исследованием Марса точно так же не получилось, как ожидалось. Пилотируемые экспедиции не отправились на Красную планету. И еще в ближайшие 10-20 лет, скорее всего, не отправятся. Потому что это оказалось очень сложно, очень рискованно. И все знания, которые мы могли бы или хотели бы получить от Марса, сегодня мы получаем благодаря роботам, благодаря марсоходам, которые бродят по Марсу, спутники летают сверху, и данные оттуда получаются довольно широко. И вот в 22-м году должен полететь марсоход, который попытается ответить, есть ли жизнь на Марсе, и была ли жизнь на Марсе, экзомарс. Но, то есть, раньше считалось, что для этого нужен человек, сейчас мы уже знаем, что эти знания можно получить без его участия. Ну, по крайней мере, непосредственно на Марсе. Конечно, любым марсоходом управляют люди. Венера стала еще большим разочарованием. Но это разочарование охватило человечество лет 30 назад, когда в 80-е годы стало окончательно ясно, что жизни на Венере нет, что сама она безжизненна, и более того, смертельно давление 95 атмосфер земных, температура 450 градусов. Это планета ад просто. Хотя когда-то считалась сестрой Земли, и ожидалось, что даже она обитаема. Но ничего этого не сложилось. С внеземной жизнью, в принципе, тоже пока ноль. Мы не нашли никаких инопланетян, ни разумных, ни неразумных. И единственный инопланетянин на сегодня, о котором можно говорить, по крайней мере, многоклеточный, достаточно сложный инопланетный организм, это внеземной организм. Это тихоходка. Это земной организм, земное животное, которое живет на растениях, микроскопическое, меньше миллиметра размером, но не бактерия. И мы знаем, что она может выживать в космическом пространстве, и мы точно знаем, что она есть на Луне. В прошлом году космический аппарат «Берешит» доставил капсулу жизни на поверхность Луны, и там были тихоходки. И мы знаем, что они сейчас есть на Луне, хотя там они, конечно, не живут, а просто выживают, сохраняют способность вернуться к жизни, когда попадут в более благоприятные условия. И с разумом, с контактом, с внеземным разумом у нас по-прежнему разочарование. Надеюсь, фильм «Контакт» все смотрели, если не смотрели, посмотрите. Он, конечно, по нынешним меркам староват, 97-й год, но мысли, которые там выражены, конечно, достаточно романтичные. И больше, наверное, 50 лет люди слушают космос, направляют радиоантенны в космос, и пока не услышали ничего, кроме микроволновок и других рукотворных объектов, которые имеют доказанное разумное происхождение. То есть никаких внеземных инопланетных сигналов не услышали до сих пор, хотя слушают интенсивнее и интенсивнее, прослушивают наиболее близкие, наиболее потенциально пригодные для жизни и разума планеты, и ничего. И вот такой космос у нас получился. И завершая эту лекцию, мне хотелось бы сказать, что я все это рассказал не потому, что космос разочаровывает. Космос такой, какой он есть. Могут разочароваться... Человек может разочароваться, который слишком многого ждал. Я стараюсь рассказывать о космосе и показывать, что он немного не такой романтичный, как нам показывает Фантастика, не такой красивый или загадочный, как нам показывает РЕН-ТВ. Там хватает загадок, и еще на многие вопросы ученых нет ответа, и исследования продолжаются, и на Марс продолжают запускать космические корабли, точнее космические аппараты. В кораблях пока только создаются, и говорят о том, что они полетят на Марс, но полет будет еще не скоро. Космос такой, какой он есть. Он не обязан соответствовать нашим ожиданиям. И если мы хотим, чтобы наши картины будущего, которые мы представляем в своем разуме, в нашем кино или в наших книгах, и которые мы хотим, чтобы они сбылись, звездолеты, путешествующие между планетами и звездами, нам придется их делать в таком космосе, который, наверное, скучнее, чем нам хотелось бы, который не всем ожиданиям соответствует, но другого у нас нет. И если мы когда-нибудь полетим на Марс, полетим к другим звездам, то мы будем сделать это в этом космосе, с той физикой, которая у нас есть, которая тоже далеко не всем ожиданиям отвечает и не очень располагает к созданию звездолетов, например. Но другой у нас тоже нет. И если мы не примем то, что у нас есть, ту физику, тот космос, который у нас есть, нам останется только жить в какой-то в мире фантазии, смотреть РЕН-ТВ и ничего больше, и отказаться от всех научных знаний, которые постоянно приходят из космоса, благодаря телескопам, космическим аппаратам, марсоходам и так далее. Так что космос нам придется осваивать все равно, и независимо от того, что мы от него хотим получить, мы сможем взять из него то и от него то, что там действительно есть, и когда мы найдем способ, как это взять и как это использовать в своих интересах. Спасибо за внимание.